Марат Калюмера. Добрый день, коллеги. Калюмера Светлана, здравствуйте. Рад вас приветствовать из Греции, из острова Корпу. Здравствуйте. Здравствуйте, коллеги, еще раз. Давайте еще раз представлюсь. Меня зовут Светлана, вы в эфире проект Top Hotels. И у нас сегодня в гостях Марат Рагимов, представитель сети отеля Behotels Group. Отель находится в Греции, в Италии. Сегодня мы посвятим наш эфир, по большей части, конечно, Греции. У нас с Маратом уже был эфир. Несколько месяцев назад, еще до, собственно, летнего сезона, мы обсуждали возможность отдыха летом, рассказывали, показывали презентацию, но все это было, скажем так, еще при закрытом отеле. Сегодня у нас Марат вещать будет нам прямо непосредственно из самого отеля. Марат, как у вас настроение, как в целом сезон, как погода в Греции сейчас? Расскажите. Светлана, спасибо. На самом деле, мне безумно приятно сегодня приветствовать всех, естественно, находясь непосредственно в отеле. Такой вебинар мы еще не проводили. И спасибо тебе еще раз за идею и возможность провести это именно сейчас, пока вот есть такая возможность. Пока мы не начали наш прям такой весь эфир, разрешите я вот буквально несколько теплых лучей греческого солнца вам покажу прямо в окошко и немножко ионического моря. Друзья, сегодня цвет настроения синий. Видите, прям мы заряжаемся на позитивную встречу. У нас сегодня будет сперва вступление про в целом New Hotels Group. И далее, да, наверное, Марат, мы уже перейдем к освещению отеля, в котором сейчас находишься. И где открываются такие замечательные виды из окна. Итак, я временно вас покидаю, оставляю вас на дне с Маратом. Марат, тебе слово. Я за кадром, если вдруг что. Спасибо, Светлана. Здравствуйте. Коллеги, всем еще раз доброе утро. Кали Мэром, как говорят в Греции, я еще раз повторюсь, очень рад приветствовать вас сегодня непосредственно из отеля. Сейчас я буквально в двух словах напомню о нашей сети отелей, The Hotels, какими отелями она представлена и в каких странах и регионах. Ну и, скажем так, уже традиционно, прежде чем перейти непосредственно подробно к подробному рассказу о нашему продукту, хотелось бы несколько слов вспомнить и о самом направлении, об острове Корфу, на котором находятся наши отели в Греции. Вспомнить, почему так направление это популярно среди туристов, и многие возвращаются сюда из года в год. Ну, давайте обо всем по порядку. Буквально несколько слов о самой сети отелей. The Hotels Group – это достаточно молодая сеть отелей. И на данный момент мы представлены пятью отелями в двух разных странах. Это Греция и Италия. В Греции мы представлены на острове Корфу двумя отелями. Это и главный виновник сегодняшнего торжества – отель «Альмирос Бич Резорт и Спан» категории 5 звезд, новый дизайнерский отель на острове, и бюджетный отель категории 3 звезды «Панорама Сидари», который также находится недалеко от отеля «Альмирос Бич Резорт». В Италии мы представлены на древнейших термальных курортах Европы. Это «Абана Терме» и «Монте Гротто Терме». Здесь у нас три отеля. Первый из них – флагман сети, скажем так. Это отель «Президент Терме» категории 5 звезд, исторический отель в центре «Абана», огромное термальное отделение. Городность отеля – это трехуровневый спа площадью аж 1500 квадратных метров. Новинка нашей сети в Италии – это «Премьер Абана». Этому отелю я посвящу следующий слайд. И отель «Антониано Терме» категории 4 звезды, расположен в «Монте Гротто Терме». Большой отель с акцентом на спортивные группы, на термальный отдых, оздоровление. Так, и наш отель «Премьер». На нем буквально чуть подробнее хотелось остановиться, потому что это наша новинка сети. Этот отель впервые, скажем так, открыл свои двери в мае этого года. Это была очень существенная, тотальная, скажем так, реконструкция самого здания в стиле «Либерти». Отель представлен 112 номерами 4 различных категорий в парижском стиле. Очень красивый, очень уютный, замечательный отель. И опять-таки хотелось сказать, что все наши отели в Италии, они располагают собственными термальными отделениями. Вот эта лечебная грязь, в которой знамениты вот эти курорты «Монте Гротто», «Аббана», эта грязь, она созревает непосредственно в отелях. То есть каждый наш отель в Италии, он располагает своими собственными источниками. И более того, хотелось бы сказать, что все наши итальянские отели, они обладают медицинскими лицензиями. То есть сюда можно официально приезжать на оздоровление. Почему я об этом говорю? Даже в период закрытых границ можно оформлять соответствующие визы для того, чтобы приехать к нам в гости в наши отели. Этой возможностью пользовались многие туристы, в особенности и в прошлом году, когда было тотально все закрыто. Такая возможность была, и к нам из России туристы приезжали именно с такой целью. И всю соответствующую документацию о том, что наши отели ожидают наших гостей, на оздоровление мы также предоставляем. Поэтому такая интересная особенность наших итальянских отелей. Также буквально в двух словах напомню, что сами эти курорты «Аббана» и «Монте-Гротто», они находятся буквально в 40 минутах от Венеции. Такое вот интересное месторасположение. Но, друзья, сегодня у нас с вами греческая тематика, основной акцент будет сделан именно на острове Порфу, на нашем греческом продукте. Ну и, как я сказал, конечно, хотелось бы, скажем так, традиционно вспомнить основные достопримечательности. Это и духовные достопримечательности, архитектурные, исторические. Остров Порфу в принципе не похож ни на один из двух тысяч греческих островов. И своим существованием он дополнительно еще раз подчеркивает то, что Греция в целом уникальна в своем разнообразии, многообразии. И сюда, в эту страну, можно возвращаться из года в год, абсолютно не теряя ощущения новизны. Мне посчастливилось поработать в Греции аж целых семь лет. И сейчас моя деятельность также, естественно, связана с Грецией. Поэтому постараюсь с вами поделиться вот этим греческим гостеприимством и теплом в рамках нашего сегодняшнего вебинара. Ну, буквально вкратце сегодня, скажем так, по острову Порфу. Я хотелось бы буквально напомнить, что мы со Светланой, она уже упомянула об этом, проводили наш вебинар, очень подробный по острову Порфу и нашему продукту. Весной мы его проводили. И мой рассказ об острове Порфу и его достопримечательностях получился настолько насыщенным и продолжительным, наверное, на целый час, что было принято решение этот вебинар, скажем так, разделить на две части и представить его на площадке Top Hotels. Поэтому, коллеги, кому будет в особенности интересно подробно послушать о достопримечательностях острова Порфу, о интересных местах, может быть, каких-то секретах путешествий, знатоков, то также рекомендую к просмотру то видео. Оно основано в большинстве на этой же презентации, но там я очень-очень подробно рассказываю. Сегодня я постараюсь с вами тезисно, скажем так, поделиться основными достопримечательностями и уже перейти к нашему продукту. Порфу, Керкера, Корифу – это все названия одного и того же прекрасного острова, которые по праву увеличают островом вечных возвращений. Я истинно убежден в этом сам и говорю это всегда коллегам, друзьям, что действительно, побывав здесь хотя бы один раз, всегда невольно задумываешься о том, эх, когда же окажешься на Порфу вновь и вновь. Остров не только принято называть, скажем, островом вечных возвращений, также это остров аристократов, королей и императоров. В этом мы сегодня тоже с вами убедимся. И также хотелось бы отметить, что Порфу – это самый зеленый остров Греции, а еще и самый итальянский остров Греции. Настолько он необычен, уникален в своем роде, что действительно даже ни с одним другим греческим островом его совершенно невозможно сравнить. Здесь и свой уникальный диалект, например, на самом острове Порфу. Своя кухня, своя музыка. Кстати, остров Порфу – это еще и самый музыкальный остров Греции. Здесь наибольшее количество духовых оркестров, чем чуть ли не во всей Греции. Настолько вот остров примечателен. Ну, что здесь посмотреть? Одной большой, уже самой по себе достопримечательностью острова Порфу является сам старый город Порфу. Он внесен с 2007 года в список всемирного наследия ЮНЕСКО. И скажу от себя, что это просто необычайное удовольствие гулять по этому городу. Как в дневные часы, в особенности вечерние. Мне представилась такая возможность впервые недавно, в вечернее ночное время погулять по старому городу Порфу. Скажу, что просто необычайная атмосфера. И вот эта итальянская тематика, она здесь пронизана прям вот повсюду. Это очень чувствуется. Когда-то островом правили не венецианцы, и это очень отразилось и на архитектуре, и на кухне, и, как я и сказал, даже на диалектах. Ну и что уж тут говорить, мы буквально в 130 километрах от Италии, находимся от Южной Италии, от города Бари, куда очень популярны морские круизы с острова Порфу. Поэтому с Италией остров Порфу, он очень-очень тесно связан. Я, к слову, уже сказал, что остров Порфу принято считать и островом аристократов. А почему так сложилось? Напомню буквально в двух предложениях краткую историю. Все дело в том, что знаменитая австро-венгерская императрица, Елизавета Баварская, она же Елизавета Сиси, в 17 веке, решил обосноваться на этом острове Порфу, вследствие чего он подтянул за собой европейскую знать, и которая проследовала за ней именно на остров Порфу. Друзья, а давайте на секунду представим. 17 век. Местные греки, которые всю жизнь собирали оливки, делали оливковое масло, и тут они видят огромные для того времени корабли, прибывающие на остров Порфу, откуда выходят люди, расшитые в невероятных, не знаю, платьях, мундирах и так далее. Ну, об этом изумлении, наверное, мы можем только догадываться. И с тех пор за островом и закрепилась слава острова аристократов и королей. Более того, здесь были даже места, где могла прогуливаться исключительно только местная знать. Это как раз-таки улица Листон, одна из главных улиц старого города Порфу. Обычным жителям острова данная простая прогулка была когда-то недоступна вовсе. Ну, а сегодня у всех нас с вами есть возможность почувствовать себя немного аристократными и прогуляться по вот этой красивой улице Листон. Скажу от себя, в особенности просто необычайно красиво, необычайная атмосфера царит здесь вечернее время, когда эта улица подсвечивается. Здесь множество баров, кафе. Ну, просто необычайное удовольствие просто быть здесь. Также скажу интересный факт. Эта улица является точной копией улицы в Париже под названием Ривали. Друзья, напомню, что Греция страна православная. Здесь у каждого региона острова, полуострова, есть свои святые, есть свои покровители. И остров Корфу в этом плане не исключение. И более того, наверное, покровитель острова Корфу, он известен, ну, знаете, не только на самом острове, не только во всей Греции, но и далеко-далеко за пределами страны. Говорят, что Спиридон Тримифунский, он помогает в том числе и в материальных вопросах. Да, то есть повышение зарплаты, процветание бизнеса, разрешение квартирного вопроса. За всем этим можно и нужно обращаться к святому Спиридону Тримифунскому. Я очень люблю рассказывать, и на прошлом вебинаре говорил, что даже два моих собственных желания сбылись, которые я заказал здесь непосредственно у Спиридона. В первом случае желание сбылось где-то через 3-4 месяца. Например, желание моей супруги исполнилось аж через 40 минут после того, как она вышла с церкви святого Спиридона. И, знаете, вот с каждой презентацией, с новым городом, знакомством с агентским рынком, я часто слышу о том, как им помог Спиридон. И, наверное, даже уже где-то я не удивляюсь, и просто на душе становится как-то тепло и приятно, и думаешь, ну, надо же, ну, как вот так может быть? Совершенно разные уголки, может быть, страны, разные страны, а люди говорят об одном и том же, что как им помог святой Спиридон Тримифунский. Ну, а мы едем с вами далее. Хочется сказать, что остров Корфу, он богат не только своими, ну, скажем так, духовными достопримечательностями, может быть, историческими, но это еще и красивейшая природа. Как я сказал, остров Корфу – это самый зеленый остров Греции, и действительно здесь буйство зелени просто, ну, оно поражает воображение. Вот куда я не посмотрю, просто вот абсолютное буйство зелени, даже чуть позже мы посмотрим на фотографии, на видео, даже где находится наш отель. Ну, буйство зелени, оно просто вот всеместное вокруг. На данном слайде мы с вами видим, пожалуй, такую знаменитую визитную карточку острова Корфу. Это бухта Палеокастрица. Знаменита она тем, что здесь с определенного ракурса очертание этой бухты нам напоминает сердце. Находится оно на западном побережье острова Корфу. Своё пребывание, свой отдых на острове Корфу можно также разнообразить и в виде небольшого морского круиза. У острова Корфу есть два небольших ионических спутника. Это острова Паксус и Антипаксус. Слово «анти» от греческого переводится как «лежащий напротив». То есть эти острова расположились друг напротив друга. Морская прогулка буквально полтора часа от острова Корфу в течение буквально однодневной прогулки, лёгкой, до вот этих двух ионических спутников. Острова очень аутентичные, интересные, не избалованные, скажем так, туризмом и тоже привлекают большое количество гостей. Рекомендуем. К слову сказать, часто они говорят ещё и ввиду белого песка, который встречается на их пляжах, потому что он настолько же белый, насколько и песок на пляжах Карибского бассейна, например. Есть ли у острова Корфу и более компактные спутники? Это, наверное, один из самых маленьких островов, может быть, Греции. Это остров Пантекониси, переводится как мышиный остров. Прошу не путать вот с этой маленькой белой церквушкой, которую мы видим вот в нижней части слайда. Мы говорим об островке, который расположился чуть выше. Он знаменит ещё тем, что там находится небольшой монастырь, в котором пишутся такие яркие, красивые иконы в византийском стиле, которые распродаются даже далеко за пределы самой Греции. И буквально же здесь, в пешей доступности, есть ещё одно интересное место. Это мыс Ханони. Примечательно оно тем, что здесь туристы ожидают взлёта и посадки практически каждого самолёта. А почему? Всё дело в том, что на острове Корфу одна из самых коротких взлётно-посадочных полос. Сюда летают только опытные пилоты, которые могут посадить и поднять воздушное судно на столь короткой дистанции. А сам процесс приземления, например, на остров Корфу, он в особенности увлекателен. Если вдруг будете делать себе конкретизацию места, берите места, которые находятся с левой стороны по ходу движения, скажем так. Потому что когда вы будете уже непосредственно перед посадкой, вы, можно сказать, заглянете в окна местным жителям. Настолько здесь всё близко, компактно, и буквально несколько минут вы будете лететь вдоль жилых вилл, домов, апартаментов местных жителей. И действительно зрелище достаточно интересное. Но к чему это я всё? Мы с Канони. Здесь есть точка, где эти самые самолёты пролетают буквально у вас над головой. Может быть, в нескольких десятках метров всего. Но тоже испытал это где-то, наверное, недели три назад на Корфу. Честно, очень понравилось. Было очень интересно и необычно. Гора Пантократер. Самая высокая точка острова Корфу. Кстати, наш отель Альмирос Бич Резорт, он находится в непосредственной близости этой горы. Говорят, что в особенно ясную погоду с Пантократера видно и побережье Италии. Но здесь погодные условия должны сложиться просто вот, скажем так, на все сто. Италию я пока не разглядел. Если кто-то вдруг увидел, напишите в комментариях, потому что очень интересно, действительно ли это так. Как я сказал, остров находится буквально в 130 километрах от побережья Южной Италии. К слову сказать, именно здесь, на горе Пантократер, ведущие знаменитой программы Орёл и Решка традиционно спрятали бутылку, куда положили 100 долларов. Отличное место, кстати, чтобы встретить закат. Буквально два слова вспомним об Италии. Как я говорил неоднократно, остров Корфу – это самый итальянский остров Греции. Здесь очень развито морское сообщение с Италией, непосредственно с городом Бари. Здесь очень развит паломнический туризм. Он, например, посетить остров Корфу, церковь Святого Спиридона и затем отправиться на пароме либо даже на самолёте в соседнюю Италию, непосредственно в Бари, потому что здесь расположилась базилика Святого Николая, который, к слову сказать, является покровителем путешествующих. И перескочил уже слайд, но ещё расскажу, что в непосредственной близости от Бари есть интересное место под названием Альберабелла, место, известное своими небольшими белыми домиками с фонусообразными крышами. Тоже удивительное место, внесено в список семенного наследия ЮНЕСКО. Ну, а я предлагаю далее прогуляться по Корфу. Буквально в пешей доступности от старого города можно найти вот эту знаменитую крепость Палео-Фрурион и храм Святого Георгия. Честно, для меня было даже большое удивление, что там можно найти внутри этой крепости ещё и ресторан с баром, куда я, к сожалению, пока ещё не дошёл, но это, скажем так, мой пунктлик. Дело всё в том, что раньше доступ сюда был вовсе закрыт, но со временем, когда эта крепость потеряла свою какую-то, скажем так, военную значимость, доступ сюда был открыт всем желающим. Тоже очень рекомендую прогуляться, опять-таки, буквально в 10 минутах пешком от, например, улицы Листон. Ещё одно интересное место, такой яркий архитектурный памятник, наверное, даже сказал бы не только острова Корфу, в целом Греции, это крепость Ангела Кастро, замок Ангела. Находится он не так далеко от Палеокастрицы, также на западном побережье, получается, острова Корфу. Но это вообще, наверное, один из самых таких ярких архитектурных памятников. Вообще остров Корфу, у него такое удивительное и удобное географическое месторасположение, это было пересечение морских путей, жизнь здесь всегда кипела, поэтому в особенности интересно, например, любителям истории, любителям цифр, фактов, приехать и посмотреть данную достопримечательность в том числе. Ну, а, пожалуй, одна из самых, наверное, самая такая знаменитая архитектурная достопримечательность, это дворец Ахиллиан, конечно. Он был построен в честь сына той самой Елизаветы Баварской, принцессы Сиси. Находится не так далеко от самого города Корфу, ну, это прям такое must-see, скажем так, побывав на Корфу и не заглянув сюда, ну, я считаю это большим упущением. И, конечно, стоит сюда приехать в компанию с профессиональным экскурсионным гидом, который сможет окунуть вас в эту атмосферу, историю, которая царила здесь в прошлые века. Друзья, конечно, многие достопримечательности, объекты на острове Корфу можно посетить и самостоятельно, например, в рамках арендованного автомобиля, но скажу от себя, такой момент. На острове Корфу очень извилистые дороги, прям очень извилистые дороги. Скажем так, с начальными навыками вождения я бы не рекомендовал брать автомобиль в аренду. Такую возможность я рекомендую только для уверенных в себе водителя, потому что порой повороты, перепады здесь достаточно серьезные, и ты порой думаешь, а как же тут на машине-то проехать? И потом и вовсе изумляешься, когда по такой дороге проезжает огромный экскурсионный автобус или городской автобус. Ну, просто это какое-то невероятное мастерство, ювелирная работа местных, например, водителей больших автобусов, экскурсионных автобусов. В любом случае, аренду автомобилей я рекомендую для уверенных в себе водителях. Вообще, хотелось бы сказать, тоже выразить одну мысль, часто о ней тоже говорю, даже будучи представителем отеля, скажу следующее. Греция – это не отель. Все ее изящество, красота, культура, быт, кухня, они всегда раскрываются только за пределами отеля. Поэтому, друзьям, большое упущение, большое преступление приехать в Грецию, и, например, провести там всю неделю, две недели в отеле, не выйдя никуда. Большое упущение. Здесь очень много интересного, неизведанного, красивого, вкусного. Просто, знаете, хочется ходить, кататься, ездить и просто впитывать в себя вот эту всю красоту, этот воздух, солнце, которое здесь. Ну, просто необычайное удовольствие. Поэтому, друзья, обязательно путешествуйте, ездите на экскурсии, берите автомобили в аренду, берите даже велосипеды в аренду и просто катайтесь по окрестностям, потому что, ну, просто необычайное удовольствие находиться и путешествовать по острову Корфу. Тут есть и, скажем так, своего рода секретные пляжи, труднодоступные пляжи, где не встретишь большого количества туристов. Например, одно из таких мест – это пляж Порто-Тимони. Место достаточно труднодоступное, тут минут 20-25 необходимо пешком еще преодолеть, но зато дикий пляж, отсутствие большого количества людей. А если вовсе в ранние часы сюда приедете или в вечерние встречать закат, ну, и вовсе есть возможность, что вы будете одни на целом пляже, красивом пляже. То есть картинки просто необычайные. Рекомендую также погуглить, посмотреть место просто необычайное, пляж Порто-Тимони. Друзья, ну, как мог, вкратце, наверное, я попытался напомнить о основных достопримечательностях, особенностях острова Корфу, о причинах, почему сюда из года в год приезжает большое количество туристов. Остров необычайно популярен, популярен во всем мире, не побоюсь этого слова, не только на наших русскоязычных рынках. Здесь отдыхает огромное количество европейцев, в том числе, ну, и, как мы с вами убедились, разнообразить свой отдых поездками, путешествиями, круизами. Здесь действительно очень легко и просто. И в целом разнообразить свой отдых. Ну что ж, друзья, пора, наверное, самое время уже перейти к нашему продукту, к нашим отелям. Как я сказал, основной наш виновник торжества это наш отель Альмирос Бич Резорт Энгспа. Я в двух словах напомню сейчас, что это абсолютно новый отель. Он открылся в 2019 году, в апреле. Восхищая вопросы опытных коллег, сразу хотелось поговорить этот момент в начале. И ранее здесь был другой отель с созвучным названием. Поэтому с этим фактом мы, скажем так, в интернете еще стараемся бороться в том плане, что попадаются, встречаются фотографии старого отеля, который был на этом месте. Поэтому, друзья, несколько раз подчеркиваю и отмечаю, что это абсолютно новый отель, возведенный с фундамента в 2019 году. Поэтому фотографии, которые старше этой даты, этого года, отзывы, возможно, которые старше этого года, имейте в виду, что они к отелю G-Hotel, у Альмирос Бич Резорт не имеют отношения. Отель абсолютно новый. Как Светлана сегодня сказала, у нас необычный сегодня вебинар. Так как у меня есть возможность сейчас находиться здесь, на острове Порту, непосредственно в самом отеле, я подготовил небольшой видеообзор нашего отеля, чтобы показать уже, скажем так, своими глазами. Там отель не только слайды, не только красивые картинки, но и живое видео буквально, скажем так, с телефона, с обычной камеры. Не судите строго. У меня не было команды профессиональной, операторы, свещения, объективы, фотокамеры и прочее. Поэтому любительское видео подготовил его специально для вас, чтобы показать отель такой, каким его видят все, наши гости. Поэтому не судите строго. Сейчас запущу это видео. Пожалуйста, посмотрите. Я думаю, должно быть интересно. И далее после него я уже вернусь и продолжу свой рассказ о нашем втором отеле на острове. Добрый день, уважаемые зрители. Меня зовут Марат Ракимов. Я представитель сети отелей V Hotels Group. Сегодня мы находимся в отеле Almiros Beach Resort & Spa. Я приведу для вас небольшой кулак по отелям. Расскажу о предоставляемых сервисах, услугах и также покажу размещение в этом райском уголке Греции. Поехали! Но прежде немного истории. Строительство отеля Almiros Beach Resort началось в 2018 году. И уже в апреле 2019 года отель распахнул свои двери для своих первых гостей. Обращаю ваше особое внимание, это абсолютно новый отель, разведенный с фундамента. Мы расположены на севере острова Корфу, в 40 километрах от столицы Керкеры. Место для строительства было выбрано не случайно. Дело все в том, что ландшафт острова очень переменчив. Многие отели здесь расположены на возвышенности, на холмах или вовсе на скалистом побережье. Но отель Almiros в этом плане исключение. Он расположен на абсолютно плоском участке земли, на первой береговой линии и с потрясающим заходом в море. Но обо всем по порядку. Дорогие друзья, сейчас мы находимся в нашем главном административном здании. Здесь расположились ресепшн, главный ресторан, наш лобби-бар, на втором этаже наш а-ля-карт ресторан Ambrosia и также рух-бар Nektar. Сейчас предлагаю прогуляться по нашему рух-бару Nektar и а-ля-карт ресторану и вспомнить об основном типе питания. Все включено премиум. Данная концепция подразумевает питание в нашем главном ресторане Helios, одно бесплатное посещение а-ля-карт ресторана Ambrosia. Особое внимание обращаю на то, что многие алкогольные напитки в нашем меню импортного производства. Приятным бонусом концепции все включено премиум являются бесплатные лежаки и зонтики, пляжные полотенца, использование водных горок и спортивных кортов, инвентаря, услуги спа, такие как сауна, хамам и тренажерный зал. Все это уже включено, концепцию все включено премиум. Касаемо нашего ресторана Ambrosia, хочется сказать отдельно, что приятным дополнением к ужину станет закат, на который открываются потрясающие виды террасы. Здесь солнце заходит за горизонт прямо на ваших глазах. Лучшее место для ужина с вашей второй половинкой. Сейчас у нас есть отличная возможность познакомиться с менеджером отеля Димитрисом Мараитисом и задать ему пару вопросов. Ведь отель Almiris Beach Resort & Spa является отличным местом отдыха для семьи с детьми. Димитрис, подскажите, что в нашем отеле есть для наших юных гостей? Добре Витче, καληспέρα. Сίγουρα, έχουμε πολλά πράγματα για τους μικρούς μας φίλους, όπως την παιδική χαρά, τα гейпαιδα του τένнис, του μπάσκετ, την πισίνα για τα μικρά παιδιά, αλλά το καλύτερο πράγμα, πιστεύω, είναι οι νεροτσυλίφρες, όπου εκεί μπορούν να διασκεδάσουν όλη μέρα και να ξεφαντώσουν. Сίγουρα, θα το ευχαριστηθούμε. Μιστερ Μραϊκης, я знаю, что у вас есть любимое место в АТΕΛ, где вы любите проводить время. Где Жάνο? Сίγουρα, είναι το roof bar, το nectar bar του ξενοχείου μας, που έχει καταπληκτική θέα στη θάλασσα, προσφέρει πολλά κοκτέιλς και μια καλή συλλογή από κρασιά και κάποιος μπορεί εδώ να θαυμάσει το ηλιοβασύλμα και τη θέα μέχρι αργά το βράδυ. Υπότιτλοι AUTHORWAVE κοκριτλοι AUTHORWAVE κοκριτλοι AUTHORWAVE κοκριτλοι AUTHORWAVE κοκριτλοι AUTHORWAVE κοκριτλοι AUTHORWAVE А теперь давайте поговорим о размещении. Отель представлен 12 двухэтажными корпусами в современном стиле. Их количество не случайно. 12 корпусов отождествляют 12 греческих богов, жителей Олимпа, лучших из лучших. Номерной фонд отеля 180 комнат, 3 основные категории номера Double Deluxe, Junior Suite и Family Room, а также номера, расположенные в корпусе VIP, но о них чуть позже. Я приглашаю посмотреть номер категории Junior Suite площадью 36 квадратных метров. Таких номеров в отеле большинство, их аж 79. Обращаю внимание, что номер Open Plan, открытые планировки без перегородок. Обращаю особое внимание, что мебель в номерах из Италии, высококачественные матрасы. К слову сказать, их постоянно даже отмечают опытные ательеры и партнеры, которые имели удовольствие остановиться у нас хотя бы на пару ночей. Все номера оформлены в едином стиле. В каждом номере имеются халаты, тапочки, утюг, холодильная доска, наборы для приготовления чая и кофе, спутниковое телевидение с русскоязычными каналами. К слову сказать, высокий скоростной интернет Wi-Fi работает на всей территории отеля, а не только в лобби и номерах. А теперь давайте заглянем в номер категории Family Room семейный номер площадью 31 квадратный метр. Данная категория отлично подойдет для комфортного проживания двух взрослых и двух детей или же трех взрослых. Предвосхищая вопросы коллег, отмечу, что здесь комнаты разделены плотно закрывающейся дверью. У нас Family Friendly отель, семейный отель, поэтому услуги и сервисы располагают к отдыху с маленькими детьми. Детскую кроватку в номер отель предоставляет по запросу. Как вы заметили, каждый номер обладает своей террасой или балконом. Все очень качественно, стильно и безопасно, в особенности, когда речь идет о самых юных гостях. Я обещал рассказать вам о нашем корпусе VIP, корпусе номер 1. Мы не заключаем контракты на продажу номеров в данном корпусе. Они доступны только для прямого бронирования. Здесь имеются уже хорошо знакомые номера категории Double Deluxe, Junior Suit, а также наибольший по площади номер One Bedroom. Все номера в данном корпусе идут с приставкой Swim Up или Seaview. Номера на нижнем этаже идут с приставкой Swim Up, что говорит нам о наличии прямого выхода к бассейну прямо из номера. Очень красиво и удобно. Номера, расположенные на верхнем этаже, идут уже с хорошо знакомой приставкой Seaview, то есть номера с фронтальным видом на море. Отель расположен на первой береговой линии на самом протяженном пляже острова с одноименным названием Almires. Это просторный, широкий пляж с потрясающим заходом в море. Более того, этот пляж неоднократно награждался престижной европейской наградой голубой флаг показателем исключительной чистоты и экологии. В нашем отеле целых четыре спортивные площадки. Это два теннисных борта, баскетбольное поле и футбольное поле. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok Ну что ж, такой вот небольшой видеообзор я постарался для вас сделать. Буквально хотелось бы резюмировать в нескольких лавах, что отель абсолютно новый, построен в 2019 году, двери свои впервые открыл аж в апреле 2019 года. Он находится в двух километрах от поселочка Ахаравин, туристического поселка со всеми туристическими радостями. Это и ночные бары, клубы, ресторанчики, таверны и так далее. Находимся мы не так далеко от самой высокой точки острова Панто Кратер. Сам регион, сам северный регион, он очень зеленый, утопает в зелени и действительные пейзажи здесь они просто невероятные. Давайте я пролистаю по слайдам, будет таким вот образом видно. 40 километров от столицы, время группового трансфера до нашего отеля из аэропорта составляет около часа. По категориям номеров я в принципе показал, у меня не было возможности заснять для вас Double Deluxe, наш наиболее компактный номер в отеле, так как у нас в эти даты загрузка 98-99% отеля не всегда удавалось запечатлеть все номера. Буквально в перерывах между выездом и заездом гостей я пытался ловить из этих моментов чтобы показать вам номера. Как я уже сказал в обзоре, что все они оформлены в едином стиле, мебель привезена из Италии, как вы уже поняли, наша компания тесно связана с этой красивой страной и действительно, так как отель новый, это чувствуется абсолютно во всех деталях, нюансах отеля, здесь нет никаких следов использования потертостей и так далее, то есть абсолютно новый отель. Номера с приставкой SwimUp вы также видели, конечно, изнутри, к сожалению, не смогут показать, но вот такой вот выход к общему бассейну для тех номеров, которые расположены только на нижнем этаже данного корпуса VIP, вот таким вот образом это выглядит. И изнутри я также не смог показать вам номер категории One Bedroom Suit, это наибольший по площади номер, он также доступен только для прямого бронирования, подходит для размещения максимального взрослых, либо двух детей и двух взрослых. Также располагается только в корпусе VIP, корпусе номер один. Также с приставкой Seaview у нас номера находятся только в этом первом корпусе. В других корпусах у нас также есть, скажем так, боковой вид на море, но мы это никак не выделяем, никак не выносим в отдельную категорию, просто это небольшое приятное дополнение для наших гостей, когда есть как бы боковой вид на море. А так абсолютное большинство номеров в отеле, они идут Garden View, то есть с видом на сад. По поводу питания, также хотелось бы отдельно добавить, что основным типом питания в отеле является все включено премиум, особенности я его уже упомянул, но также хочу сказать, что со следующего года, с сезона 2022, мы вводим новые типы питания, которые будут доступны также для туроператоров. это только завтраки и полупенсион. Сделали мы эту возможность для того, чтобы у наших гостей, у наших туристов была большая гибкость по, скажем так, ценовым предложениям, чтобы отдых в нашем отеле категории 5 звезд, он стал еще чуть более доступен. О ценовом, скажем так, моменте я тоже еще разок упомяну. Вот, например, этот а-ля-карт ресторан Амброзия. Я, кстати, вещаю сегодня, скажем так, вебинар тоже как раз-таки из него. Он откроется вечером, и поэтому я поймал этот момент тихого местечка, чтобы вам рассказать о нашем отеле. В видеообзоре я отдельно не упомянул, может быть, самый внимательный зритель, он заметил, что когда был видеоряд с мини-диско, там было что-то вроде дискотеки, какого-то клуба и так далее. Так вот, вообще в целом хотелось бы сказать, что наше административное здание, где расположились ресепшн, лобби-бар, главный ресторан Амброзия, руп-бар и так далее, там не происходит проживание, то есть там предоставляются только различные сервисы. На нижнем этаже данного административного здания у нас расположилось многофункциональное помещение. По-разному мы его называем. Ночной бар, ночной клуб и так далее. Морфеус. То есть, например, если на улице не погода, а мы наше вечернее анимационное шоу переносим сюда. Очень удобно. Если какие-то мероприятия, какие-то третические вечера, может быть, дискотека и так далее, у нас для этого есть отдельное огромное помещение с большой вместимостью, где самое последнее аудио-видео оборудование доступно для наших гостей. Очень удобно и действительно функционально. Вот таким вот образом это выглядит. У Морфеуса есть свой отдельный бар, барная стойка. По пляжу мы сказали широкий песчаный пляж и даже вот этот слайд это не просто картинка обработанная там, не знаю, из интернета, это живая фотография с дрона нашего пляжа. И опять-таки я хочу в особенности отметить, что даже наш пляж он тоже располагает отдыху даже с самыми маленькими детьми. Здесь очень пологий заход в море, здесь нет никаких острых, не знаю, камушков, скал, плит, каких-то рекомендаций к плаванию, в тапочках и так далее. Абсолютно спокойный, размеренный, приятный отдых на пляже, который неоднократно награждался престижной европейской наградой голубой флаг. Шезлонги, зонтики бесплатно, в рамках системы питания все включено премиум, про спортивные площадки сказали. Также я не упомянул, в нашем отеле имеется спа, он находится также на нижнем этаже главного здания, он без внутреннего бассейна, но там также предоставляется достаточно широкий спектр услуг. Там несколько процедурных кабинетов, массажных кабинетов, есть и целый салон красоты в нашем отеле, поэтому различные услуги спа также доступны в нашем отеле. Хоть у нас отель и достаточно молодой, он уже живет своей, знаете, активной жизнью и проводит различные интересные мероприятия, которые порой удивляют, поражают наших гостей. Например, одно из таких уже ежегодных мероприятий это становится Ferrari Event. Например, представьте, клуб владельцев Ferrari из всего острова Корфу выбрал нас. И представьте, на территории отеля было около, наверное, 35 автомобилей именитого бренда. Ну, это был музей на открытом небе. Все туристы испытывали просто невероятный восторг от такой красоты. Друзья, также хотелось бы отметить следующий момент. ценообразование. Я думаю, кто давно работает с Корфу со мной согласится, что, во-первых, на острове Корфу не так много отелей категории 5 звезд. Их можно, ну, буквально на пальцах обеих рук пересчитать. В основном, это либо старый номерной фонд, либо новый, но очень дорогой. Отель Almiros в этом отношении занял, я считаю, просто невероятно удачную, успешную и нужную в своем роде нишу. Потому что, даже если сейчас мы с вами пройдем на сайт, скажем так, федерального туроператора, одним из которых мы работаем, вы по блоке онлайн бронирования введете там параметры, например, там, два взрослых, все включено. Пять звезд на неделю. Almiros будет, ну, если не первый, то в первой тройке по ценовым предложениям. Но опять-таки, коллеги, здесь вы получаете абсолютно новый отель на первой береговой линии с шикарным пляжем, питание, все включено, премиум, ну, и огромный-огромный спектр услуг, сервисов и различных приятностей, скажем так, которые я сегодня уже перечислил. Поэтому Almiros в этом отношении занимает просто, ну, невероятно удачную нишу. Что хотелось сказать дополнительно. Сейчас мы уже проводим большую работу по контрактингу на следующий год. Скажу уже, что у нас будет сотрудничество с такими федеральными спрооператорами, как TESTUR, AMBOTIS, HOLIDAYS, TUI и Biblio Globus. Это не полный перечень, но это то, что уже будет. Также, что мне хотелось сказать, так как мы достаточно новая компания и отель, он на рынке только начинает, скажем, завоевывать сердца агентского рынка, давайте так это скажем, мы очень лояльны в плане нашей бонусной программы. Я уже очень рад отметить то, что отель прочувствовал большой интерес к себе со стороны агентского рынка. Даже сейчас у нас ни один, ни два, ни три турагента отдыхают из Москвы в отеле прямо сейчас в эти дни, с которыми мы общаемся, знакомимся на месте. Мы уже приняли, например, рекламный тур на прошлой неделе, туроператором Ботис Холидейс. Мне очень приятно, что все больше и больше агентов начинают нам писать, интересоваться, спрашивать Маратом, что вот тут, что тут можно для наших гостей предложить, можно ли сделать какой-то комплимент, а можно к вам приехать, становиться в отеле. Так как отель только, скажем так, заявляет о себе, знакомится с агентским рынком, бонусная программа у нас пока, скажем так, достаточно лояльно. Друзья, в итоге, я думаю, что представление о нашем отеле Альмирес вы получили, действительно хочется еще раз подчеркнуть, что абсолютно новый отель, 5 звезд, на первой береговой линии, все включено премиум, ну, просто необычайно классное место. В двух словах я расскажу о нашем втором отеле на острове Корфу, буквально два слова, потому что наш следующий отель, если честно, он отлично сам себя продает, в рекламе не нуждается, и даже сейчас он тоже на многие даты стоит в топ-сейлсе, даже в этот сезон, даже когда еще нету чартерной перевозки на Корфу, я не говорю только про Россию, но и про европейские рынки, да, а отель в стопе, как и Альмирос, так и Панорама Сидаре, поэтому, честно, я предвкушаю уже следующий сезон и понимаю, что спрос, загрузка, они будут невероятно высоки, вот, успевайте бронировать, раннее бронирование, кстати, у многих туроператоров уже запустится, я думаю, в ближайшее время, поэтому смотрите, изучайте данную возможность. Друзья, два слова, отель Панорама Сидаре, бюджетный отель категории три звезды, расположился в одноименном поселке Сидаре, это где-то 15 минут на автомобиле от нашего отеля Альмирос, который около Ахарави, также время группового трансфера около часа из аэропорта. Отель расположен на возвышенности, это его такая особенность, которую необходимо учитывать, там также 12 корпусов, такое совпадение, и также 180 номеров. Отель работает по системе питания, все включено, пляжа собственного у него нет, то есть здесь муниципальный общий пляж. Также скажу, что так как отель расположился на холме, здесь с самого раннего утра и до позднего вечера постоянно, каждую минуту курсируют клапкары, то есть такие гольф-машинки, которые отвозят и привозят наших гостей от ресепшена к их номерам и обратно. В отеле есть достаточно большое количество реновированных номеров, конечно, мы планировали расширить полностью, реновировать полностью наш отель, но сначала помешал нам Томас Кук, потом пандемия, поэтому эти планы все откладывались и откладывались, но тем не менее значительная часть номеров в отеле, она реновирована, например, один из моих самых любимых типов номеров это Мизанет, семейный номер, двухуровневый, очень красиво, удобно, и честно, мне было очень приятно, когда, как я сказал, мы буквально на днях принимали рекламный тур от туроператора Амботис Холидейс, данный отель Панорама Суцидария почему-то почему-то впечатлил наших агентов, я думаю, не меньше, чем Альмирос, то есть настолько они были удивлены, что отель, казалось бы, категория 3 звезды, но тут есть все и все продумано, все удобно и без каких-то, знаете, доплат, скажем так, за кондиционер, за сей, за интернет и так, по мелочам, поэтому отель очень достойный, цена-качество, невероятное соотношение, и, честно скажу, сам себя прекрасно продает, поэтому даже на нем большого акцента не делаем. Скажу, что находится в пешей доступности от знаменитой еще одной природной достопримечательности канала любви, канал Де Амур, буквально 10 минут пешком от отеля. Коллеги, подписывайтесь на нашу страничку в Инстаграм, ehotels, нижнее подчеркивание, группу, она у нас больше ориентирована для агентского рынка, здесь мы публикуем различные спецпредложения, акции, и также доступные для оперативной связи с нашими коллегами, партнерами, турагентствами. Также скажу, что мы на постоянной основе находимся в Москве, поэтому очень любим ходить в гости, поэтому пишите, приглашайте, с удовольствием проведем семинар для менеджеров отдела продаж. Это касается не только Москвы, Санкт-Петербург, регионы, даже Прибалтика, страны СНГ, мы часто бываем, сейчас планируем целое роуд-шоу, наше собственное The Hotels роуд-шоу, поэтому пишите, дайте знать о вашем интересе, и будем рады заглянуть к вам в гости. Мои контакты, пожалуйста, любые мессенджеры, электронная почта, также всегда доступны. Марат, во-первых, огромное тебе спасибо от всей нашей команды, от всех наших зрителей, потому что это был, мне кажется, один из самых душевных эфиров, которые у нас были за последнее время, потому что такой подготовки я не видела давно, скажем так. Марат, огромный респект, очень все качественно, профессионально, видно любовь к Греции, видно любовь к Корфу, вот такая теплая, нежная любовь, хорошее знание продукта и очень приятно всегда тебя смотреть, узнавать про отели новости, надеюсь, что нашим сегодняшним зрителям и коллегам, кто будет смотреть записи на эфир, тоже будет очень полезно. Вот я получила огромное удовольствие, пересмотрев сегодняшний ролик, который был, ну, прям вообще огромные молодцы. А Марат, по поводу отеля, у нас, как уже мы повторяемся, был эфир, где подробно рассказывали до начала сезона, что было, что из себя представляет отель. Я лично могу сказать, что общалась с агентами, которые у вас были, да, из Амботиса, видела комментарии, видела их отчеты из вам трипа. Все остались в огромном восторге от отеля. Вот, поэтому надеюсь, что и отзывы будут также от гостей, которые у вас были в этом году, будут тоже самые-самые позитивные. Кстати, уважаемые наши зрители, не забывайте писать отзывы на Топ Хотелс. Марат и коллеги его ведут, странички отвечают на вопросы, поэтому, если вдруг после эфира какие-то у вас остались вопросы по следующему году, по этому году, можете писать и получите оперативную, быструю, обратную связь через наш проект. Я, с той стороны, увидела несколько вопросов, которые не были озвучены по отелю Альмирос, прям буквально быстренько спрошу. Вопрос был такой, отель является сезонным, когда он закрывается и когда открывается в следующем году? В текущем сезоне мы планируем работать до 19-го числа, до 19-го октября. Открытие в следующем сезоне, в сезоне 22, у нас уже запланировано на 7-ое мая. 7-ое мая. То есть, сейчас можно, в принципе, ты сказал попасть к вам, еще есть, в принципе, места на бархатный сезон. Мы видели, что гости купаются, загорает, погода чудесная. Нам еще, если можно, еще чуточку прямого эфира показать нам море, солнце, зарядиться витамином Д, пусть даже через экраны. Вот, смотрите, друзья. Я нахожусь сейчас на втором этаже нашего главного администратора. Картинка. Сама картинка прям уже замораживает. Нет, у вас прям потрясающие виды. В целом, остров Корфу моя большая любовь. Я сегодня вот с Маратом тоже посмотрела все достопримечательности, как будто снова сама побывала на острове, зарядилась такой позитивной энергией. Вопрос был по поводу отеля, сезонность и подогревается ли бассейн ваш в начале сезона, когда еще не совсем жарко в мае месяце. Это хороший вопрос. Подогревается у нас только детский бассейн, который находится в непосредственной близости от нашего главного бассейна. В главном бассейне вода не подогревается, только детский бассейн. только детский бассейн. Окей, был вопрос еще про ресторан. Я видела, вот на ютубе нас спрашивали ваш основной ресторан. Поподробнее хотелось бы про блюда, каких кухонь там представлены. Какая кухня у нас? Какая кухня, да. У нас проходят тематические вечера, то есть это и средиземноморская кухня, это греческая кухня, это карфиотская в том числе кухня, потому что местные жители позиционируют себя, как вы понимаете, что у них есть все свое, своя музыка, свой диалект, своя кухня. Поэтому и в целом интернациональная кухня, итальянский вечер, вечер мексиканской кухни даже в том числе. То есть если мы говорим про завтрак и обед, то это достаточно такая классическая картина, классическое меню, и по вечерам это тематические блюда, тематическое меню, скажем так. Был вопрос еще по аля-карт-ресторану, хотелось сразу сказать. Один раз за пребывание бесплатное посещение аля-карт-ресторана. Был вопрос каждые 7 дней или нет. Один раз за пребывание бесплатное посещение аля-карт-ресторана. Скажу честно, ну просто поделюсь своим отзывом рекомендацией. Друзья, кто любит мясные блюда, очень рекомендую биф-филе. Мясное филе здесь просто невероятно. Я каждый раз, когда здесь заказываются, я заказываю только его. Еще никакое другое блюдо даже в аля-карте не пробовала. Просто невероятно вкусно. Это так. Видите, еще рекомендации можно получить, да, прям по самым the best, самым вкусным блюдам. Амар, открой, пожалуйста, что по поводу русскоговорящего персонала на территории отеля? Вот то есть сейчас ты находишься там, конечно, тебе можно обратиться с любым вопросом, с любой просьбой. Гости могут обратиться. В целом, на сезон, на этот сезон, на следующий сезон, в каких подразделениях есть русскоговорящие сотрудники? Скажу так, русскоязычный персонал работает в каждом департаменте отеля. Это и ресторан, это и спа, это и анимация в том числе. То есть везде есть русскоязычный персонал, и это очень удобно для наших гостей. Даже несмотря на то, Светлана, скажу, что у нас, скажем так, публика здесь, она достаточно разнообразная. То есть это заблуждение думать, что у нас только, например, гости из России. Например, на данный момент, в данном сезоне у нас может быть только 15% от общей, скажем так, публики, от общих гостей это русскоязычные гости. Только лишь 15%. Вот, поэтому и то, при вот этой, казалось бы, не очень большой цифре русскоязычный персонал, он есть в каждом департаменте. Ну, это год такой еще, да, как бы такой вот, собственно, постпандемийный, да. Но мы надеемся, что в следующем году будет намного больше гостей из России, из СНГ, которые будут приезжать, смотреть, пересматривать наши эфиры, да, вдохновляться на поездку на Корфу и на отдых в вашем отеле, всей семьей. У вас такая, собственно, family friend, да, вот концерт, поэтому я думаю, что будет в вашем отеле комфортно и молодым парам, да, которые едут за таким романтическим отдыхом и уже отдых с семьям, с детишками, которые тоже хотят комфортно отдохнуть, вкусно покушать, да, и быть поближе к морю, наслаждаться красивыми видами, вот, и интересной анимацией. Итак, дорогие зрители, дорогие друзья, если вопросы на этом у нас исчерпаны, да, остальные вопросы будут подрисованы Марату уже, я думаю, после эфира, то тогда предлагаю завершить нашу сегодняшнюю встречу. Марат, огромнейшее спасибо за приятную встречу, за теплую атмосферу. Кусочек Греции сегодня в наш серый, хмурый пятничный день, да, но я думаю, вся погода в разных регионах разная, но вот у нас уже, собственно, осень, да, но, видите, у нас сегодня такой греческий солнечный эфир. Надеюсь, что те, кто еще, возможно, не отдохнул, не был в отпуске в этом году, у вас есть возможность улететь на Корфу и отдохнуть в замечательном отеле «Альмирос». Я, с твоей стороны, хотела бы обратиться к нашим зрителям, к нашим постоянным зрителям, к турагентам, думаю, что путешественникам тоже будет интересно. У нас есть телеграм-канал «Топ Хотелс Агент», куда мы публикуем анонсы всех наших настоящих эфиров и, собственно, рекомендую вам всем подписываться на телеграм, чтобы не пропускать наши предстоящие мероприятия.